Держи, крава! Ну что, запускаем? Раз, два, три! Бесчеловечные с*** пытки! Ты такой ущас, ты ущас, ты такой собака! Я Владимир... Крепче за баранку, держись, шофер! Где-то тут живет тигр! Я могу поесть! Ммм... Вкусно! Пока не клюет! Советский Союз, 5 лошадиных сил! Представляете, лондонское такси о такой системе кресел даже не мечтает! Бедный, аж глаза выпучил! Змееголов, вылезай, подлый трус! Это можно сделать только в Приморском сафари-парке! Учусь забрасывать спиннинг! Чувствую себя Эдгаром Запашным! Идите отсюда, крокодилы! Загага! Это нельзя, это не для эфира! Я рядом с Владивостоком приехал на озеро Ханка! Это самое большое озеро Приморского края! И приехал я сюда не просто так! Я сегодня буду здесь ловить змееголово! Это невероятная рыба-рептилия! Но прежде мне надо познакомиться с местными рыбаками! Они обещали научить меня его ловить! Здравствуйте, товарищи рыбаки! Кто тут главный у вас? Добрый день! Геннадий! Сергей, очень приятно! Геннадий, рассказывайте, как ловить змея! Пойдемте подогреться! Ну вот, ну, где-то богатство! Да! Это все наживки на змеи! Так! Где поверхности? На них мы ловим! Такие, такие! То есть, его ловят на спиннинг, не на поплавок? Нет! Это мы ловим чисто спортивным способом! На спиннинг! На републикаторную катушку желательно! Потому что змея рыба сильная! Здесь нужны крепкие шнуры! Он крепкий! Такого размера? Какого? Вырастает до 10 килограмм и больше! Метровой длины! Да ну, не может быть! И такие у вас тут и растут? Мы поймаем такого? Ну, такого... Вряд ли? Не знаю! Ну, поймаем! Ничего себе! Я, по-моему, сам большой до этого щуку 5 килограммов вытаскивал! А вот 10 я щуку прям даже и не знаю! Здесь тоже ловятся такие! Ну, тоже на такие, на поверхность? Да, кстати, может и щука попасться! Есть и так же может попасться даже и сом, и краснопер, и верхогляд! Так, и как ловите? То есть садитесь на лодочку! Вот такие плацсредства, каяки, лодки! Заплываем вот в такие вот разливы! Камыши туда? Камыш, орех, крова! Ищем в стоянке змееголова! А как вы его находите? Ну, по зруку! Просто кидаете или смотрите, клюет, не клюет? Нет, кидаем! И здесь идет, она называется как не рыбалка, а охота на змееголова! Поэтому, когда идем, прокидываем перспективные места, мы постоянно слушаем и смотрим! Потому что змеи всплывает на поверхность и хватает воздух, и делает такие чмоки, при чмоке воздух захватывает! Или атакует, или выворачивается! Он часто появляется визуально, его можно увидеть! Точно так же можно его услышать! То есть, вы тихонечко-тихонечко плывете через колки, через эти чмоки, и слушаете! Слушаем, смотрим! Как вы слышали где-то, начинаете закидать! Так, и сколько за день вылавливаете? По-разному! Ну, не буду хвастать, но были такие... Давай, сейчас самое время похвастаться! Давайте! Когда мы вылавливали, по 50, по 70, и даже по 200 штук ловили! По 200 штук? Один человек за день? Нет, не один! Ну, коллектив не большой! Ну, я думаю, это целая лодка за обитие! Ну, мы его не берем, мы берем... А, вы отпускаете, не словите, а у вас спортивная рыбалка, то есть вы его не забираете с собой? Нет, ну, берем одного-двух, вот на уху берем! Он вообще съедобный, этот пенегалок? Очень вкусный! Вкусный? Очень! Мы попробуем? Однозначно! Ну что, давайте на рыбалку! На рыбалку! Отличный фитнес, между прочим! В еде дальневосточный змееголов непривередлив, можно ловить на лягушек, червей, мелкую рыбу, но я сегодня ловлю на силиконовую лягушку, ведь у нас сегодня спортивная рыбалка, охота! На самом деле, не так уж и просто закидывать такую катушку. Вообще, рыбалка, охота на змееголову происходит следующим образом. Сначала нужно его найти, поэтому мы сейчас с целой группой рыбаков ходим по заводям, где он может теоретически находиться, и кидаем туда нашу блесну. И смотрим, есть хоть какое-то движение или нет, есть шанс, что он здесь где-то или нет. Пока что не нашли. В соревнованиях по гребле в Приморском крае победила команда из Греноболя с двумя участниками. Одного звали Гребибля, второго Гребубля. Здесь рыбы нет. Вообще, это местное озеро Ханка, оно очень сильно заболоченное по бокам, если не выходить в то самое озеро. И это место очень-очень сильно похоже на Астраханскую дельту. Там точно так же, если в сам Каспий не уходить, то Волга, когда подходит к Каспийскому морю, она раскатывается на кучу-кучу рукавов. Ну, а почему вообще место называется Раскаты? Потому что Волга заливает, затапливает огромное количество лугов. Там точно так же, как здесь, очень мелко и очень из-за этого быстро погревается вода. Соответственно, много водорослей, много корма для белой рыбы. А там, где белая рыба, там и хищники. И поэтому там отличные места для того, чтобы ловить щуку. Правда, там не так много водорослей, как здесь. И там вот мы на такие лягушки не ловили. Честно говоря, мы там все время ловили либо на попперы, либо на какие-то незацепляйки старались. Но они все равно постоянно цеплялись. Если бы у меня была такая лягушка там в Астрахани, я бы, наверное, был королем. Ну, как известно, рыба всегда клюет вчера и завтра. А сегодня, ну, никогда. Поймал, поймал, есть! Блин, тяжелый, большой. Смотри, какая пасть. Блин, надо, чтобы не ушел. У-у-у, здоровый какой! Ух, вот это вот змееголов. Честно говоря, я сначала подумал, что это щука. Но нет, посмотрите, у него голова, как у змеи, если присмотреться. И внутри зубище. Это настоящий хищник. Если обычная рыба может провести без воды около часа, а многие даже меньше, то змееголов может провести без воды до пяти дней. Если какая-нибудь засуха или ему надо переползти в другой водоем, он действительно просто переползает по суше. Ну что, похоже, меня можно назвать настоящим охотником на змееголовов. Говорят, они очень вкусные. Я пойду их приготовлю. Я с Геннадием. Это владелец ножа с надписью «Амурская рыбалка». Он сейчас разделает змееголова. Геннадий, показывай. Филируем сначала его. Вообще, у змееголова очень толстая шкура. И очень плотно лежит чешуя на шкуре. Поэтому есть два способа разделки змееголова. Классический, это когда мы снимаем филет вместе со шкурой. А не обычный, ну так, дальневосточный наш. Это когда снимается шкура с помощью плоскогубцев. Ну, мы вам покажем. Как это вообще? Это возможно? Это легко, просто. Мне очень интересно. У нас есть любители, кто так делает. Хотя, по моему мнению, все то же самое. Первого змееголова почти ловил целый год. Но в итоге поймал. Доходили сами до всего. Информации было очень мало по нему. Как его ловить, на что ловить, чем ловить. Поэтому практически сами собирали по крупе ценычную информацию. Так, ну то есть сейчас мы просто снимаем филе сначала с одной стороны, потом с другой стороны. И у нас остается хребет, который мы выбрасываем. В итоге это выросло в какое-то сообщество. И начали ловить. Создали когда свой клуб. Начали ловить. Это стало интересно. Потом попробовали, а почему не провести соревнования. Провели первые соревнования в 2013 году. Всем понравилось. Народу понравилось. Мы решили проводить их ежегодно. Это что у него там внутри? Молоки какие-то? Икра или что это? Нет. Он уже икру от металл. Печенка. Печенка. А жирненький такой. Ух ты. Да. И что у нас получилось? Тут костей вообще нету? Или есть хребет какой-то? Вот они. Реберные кости. Ага. Ну это как у лосося, да? Да. Вообще очень интересная рыба. Вроде бывает, знаешь, обитает в таких болотистых местах. Ага. Они пахнут просто не вообще ничем. Ну я не знаю. Я, например, не разных. То есть запаха нет у нее, да? Нет. Рыбного такого или тины? Ничего не пахнет таким? Нет, нет, нет. Очень необычная рыба. И единственное место, где она водится в России, на Дальнем Востоке. Каждая рыбалка приносит свои какую-то порцию адреналина. Как говорит мой друг, змей это наркотик. Кто подсел, говорит, на змея, тот уже с него не соскакивает. Мясо очень мясистое, костей мелких нет. Только, ну, реберные кости, хребта и все. Ага. Почему его в магазинах тогда не продают на каждом шагу? Ну, дело в том, что его не ловят в промышленных масштабах. Только, скорее всего, и не продают. Не, у нас продают на рынках, почему. Ну, это те, кто сами поймал, да? Нет, как бы, ну, вот, на Канке есть несколько бригад, которые, ну, ставят сети. А, ну, то есть, у них там есть лицензия какая-нибудь, да? Столица рыбалки России я назвал бы, наверное, Владивосток. Пусть на меня не обижаются те, кто живет там на берегах Волги или Енисея. Или Амура. Ну, просто у нас такое разнообразие и море, и пресное. Поэтому и такое разнообразие рыбы и видов рыбалки, что я считаю, что такой нет нигде. И как его едят? Что из него делают? Уху? Практически все. Нет, уху с него вообще не делали. Не делаете? Почему? Абсолютно. Ну, во-первых, он не сильно жирный. Ага. Мясо достаточно такое, как сказать, диетическое. Так. Поэтому мы его очень вкусный, тушеный, в кляре. Хео. Да, ну что, практически сашими готово, осталось только нашинковать. Да. В 15-м году ребята из Москвы приезжали к нам на рыбалку. Мы 6 дней жили на болотах, ну, на озерах и ловили змееголова. И мы кормили их блюдами со змееголова каждый день. Ну, каждый день разными. Вот. Когда они уезжали, они нам сказали такую фразу. Ребята говорят, спасибо. Мы, говорит, такого никогда не ели. Ну, мы, говорит, ели из змееголова все, кроме варенья. Мы им сказали, ну, в следующий раз приедете, научимся варить варенье за змееголовой. Ну что, мы сегодня из змееголова приготовили традиционное японское блюдо, которое называется сашими. Ну, то есть мы просто взяли, порезали его ломтиками, приготовили соевый соус, опускаешь и ешь. Кстати, из змееголова, говорят, получается еще отличный хе. Это корейское блюдо. Там тоже рыбу не надо ни жарить, ни парить, ничего с ней делать. Просто берете тоже сырую рыбу, заливаете маринадом и можно есть. Ммм, вкусно. Я во Владивостоке приехал в удивительное место, которое называется Приморский сафари-парк. Этот зоопарк в 2016 году вошел в число 12 лучших зоопарков мира. А сюда я приехал ради настоящего амурского тигра. Амурчик, Амур! Вот этого тигра зовут Амур. Знаете, что тигры занесены в Красную книгу, потому что это исчезающий вид. В Китае даже за убийство тигра предусмотрена смертная казнь. Представляете, полоски у тигра – это как отпечатки пальцев у человека. Абсолютно уникальные. В мире не существует двух тигров с одинаковыми полосками. В нашем парке живет три амурских тигра, два самца и одна самочка. Самец – известный всем тигр Амур, в первую очередь, конечно же. Его подруга-тигрица Уссури – это два взрослых половозрелых тигра. И их совместный сын Шер-Хан, родившийся здесь у нас в парке. Если говорить о дикой природе, то амурский тигр – он хозяин тайги и ведет себя соответственно. Всем обеспечивает себя сам. Он более, ну, на мой взгляд, он более просто красивый. Цветовая гамма и манеры, так сказать, повадки тигрины. В нашем парке есть и львы и тигры, и есть возможность понаблюдать и за теми, и за другими. Что, как говорится, приезжайте и выбирайте, кому больше нравится. Я во Владивостоке, в Приморском сафари-парке. Это именно то место, где произошла дружба, за которой следила вся страна. Дружба между тигром Амуром и козлом Тимуром. Козла, тогда у него еще не было имени, просто запустили в вольер к тигру, как обед. Но тигр, видимо, был не голодный, не стал его есть. Следующим утром работники сафари-парка увидели удивительную картину. В логове тигра, там, где он обычно спит, был козел, который сжевал сено. А тигр залез на крышу. И до сих пор они любят друг друга. Там есть много версий, что, например, Амур и Тимур вместе жили. Потому что козел вел себя вот так вот, ну, настойчиво, скажем так. Он какой-то характер проявил. И он ходил за тигром, как будто вот за вожаком. И всегда стоял к нему лицом. То есть он не поворотил со спиной. Хищники же со спины нападают. В этом парке я не работал, когда была история с Тимуром Амуром. Но сейчас работают те люди, которые тогда как раз все это видели и участвовали прямо в этом. Мне говорят, что нет, мы не закармливали специально. Мы наоборот даже делали голодные дни. И даже когда козел уже тигра без конца и края тревожил, там, бодался, легался, да, там, пытался как-то с ним общаться по-своему. А тигра, и даже после этого он не стал его убивать. Он его просто немножко так покусал, скажем, да. Некоторые животные, они имеют такое свойство, там, заботятся, допустим, о малышах или там о... В природе у них это заложено такое. То есть они о несвоих там, допустим. А эту кису зовут Шерхан. И это сын того самого знаменитого Амура. От отца он унаследовал очень дружелюбный характер. Что ты на меня дышишь? Что ты на меня дышишь? Пятнистый олень. Пятнистый оленьшко, олежка. На ощупь олень как будто коврик из ворса, знаете, с надписью «Добро пожаловать», который перед дверью кладут. Смотрите. Вот это вот бэмби. Ну, по-другому, пятнистый олень. Удивительный факт. Вы знали, что олени цветные, пятнистые? Только летом. А зимой это обычные серые олени. А вот этого большого оленя называют изюбрь. Это его вид. Хоть и похож он на лося, на самом деле это олень. Еще он очень дружелюбный. Его можно погладить и покормить. На. Не кусается. Пошли, пошли, пошли. Пойдем, пойдем. Медведя называют хозяином леса. А вы знаете, что делать, если вы встретили медведя? Однажды на Шантарских островах, это рядом с Охотским морем, я в лесу гулял один, без ружья, без всего. И я встретил медведя. Он был от меня в 30 метрах. Я вспомнил инструкцию, что нужно делать, если ты встретил медведя. Сделал все по инструкции, и медведь ушел. Он меня не тронул. Значит, что вы делаете? Во-первых, ни в коем случае не бежать. Как только вы побежали, все, медведь думает, что вы добыча, и даже если он у вас есть не хочет, он за вами побежит. Нужно встать. Дальше все, что у вас есть, нужно снять с себя. Аккуратно, медленно снимаете рюкзак, снимаете куртку, смотрите на медведя, глаза не отводите. Дело в том, что медведи слепые. Они воспринимают вас как большое пятно. Поэтому вы снимаете куртку и поднимаете над собой. Медведю издалека кажется, что вы большой. Чем больше вы, тем он пугливее. И в итоге он в какой-то момент решает, что, наверное, он не хочет с вами связываться, разворачиваться и уходит. Именно так поступил я, и это спасло мне жизнь. Совы способны охотиться в полной кромешной темноте. Они ориентируются по звуку, который издает жертва. Определяют направление с точностью до 1 градуса. Ни одна другая птица так не может. Самка в основном занята тем, что она сидит на окладке. И, соответственно, ей нужно быть просто крупнее и больше, чтобы в случае чего можно было защитить свое потомство. Ну и еще это, как считается, связано с спариванием. Даже сову можно встретить днем в городе. Кстати, у древних греков это считалось доброй приметой, если вы сову встретили в городе. Дальневосточного леопарда можно назвать самым дружелюбным леопардом. Представляете, не существует ни одного задокументированного случая, когда леопард напал бы на человека. Я не говорю обо всех леопардах, я говорю именно о дальневосточных леопардах, которые живут здесь, в Приморье. Враги у них есть. Ну, первый враг это человек, браконьер. Больше всего леопардов гибнет, естественно, от браконьеров. Но, кроме этого, враги еще медведи и тигры. Если тигр сможет загнать леопарда, то он его, конечно, победит. Вообще, леопард небольшая кошка. Охотится в основном ночью, днем леопарда. Просто так вообще в природе не увидеть. Только в клетке в Приморском сафари-парке. Смотрите, вот это вот гриф. Гриф это тоже хищная птица, но хищная птица-падальщик. Потому что ест она в основном падаль. Она может найти какую-нибудь разлагающуюся тушу, засунуть в нее внутрь свою лысую голову и там все склевать. Для человека у хищных птиц обычно самое опасное это когти, потому что они нападают когтями, они давят в свою добычу когтями. А у грифа это клюв, потому что он привык им долбить пищу, раздирать ее и есть. А еще гриф может подпрыгнуть и пнуть так вот тебя ногами, прям как кенгуру настоящий. Так что я близко к нему подходить не буду, потому что я сейчас вижу его лапы и они здоровые. Он ко мне подбирается. Вот это вот белоплечий орлан. На самом деле очень опасная птица. Вообще, конечно, орланы в основном питаются рыбой и мелкими водоплавающими птицами. Но иногда они в принципе не прочь поживиться и какими-нибудь мелкими грузунами или мелкими животными. А иногда даже могут утащить человека. Известен случай, когда такой орлан утащил четырехлетнюю девочку. Правда, ее удалось отбить и спасти. Вот этот нелепый зверь называется кабарга. Его еще по-другому называют таежный кенгуру, потому что у него задние ноги гораздо длиннее, чем передние. Поэтому он очень смешно прыгает. Кабаргу по-другому еще называют мускусным оленем. Хотя к оленям она никакого отношения не имеет. Дело в том, что у самцов здесь на животе есть специальная железа, которая вырабатывает этот пахучий секрет. Вообще, конечно, если посмотреть на кабаргу, то кажется, что это такое злое животное. У самцов здесь клыки. Но на самом деле это травоядный зверек. И никакой опасности он для человека, по крайней мере, не представляет. А вот эту собачку зовут Табаки. Когда Шерхан был маленький, ее подселили к нему в вольер. И они вместе прожили год. Ну, для того, чтобы ему было не скучно, и он мог с ней играть. А сейчас ее перевели на другую работу. Она охраняет клетку с леопардами. Вообще, случаи дружбы между разными животными в природе не так уж редки. Все. Пока, Олежка. Пока. Я во Владивостоке. В самом крутом рыбном ресторане нашей страны. Потому что здесь свежие морепродукты. Он называется Зума. Пока что мне принесли гребешков, но я заказал краба. Знаете, как есть камчатского краба? Нет, сейчас мне его принесут, и я вам расскажу. Так. Это что, мой краб? Да, да, да. Значит, смотрите не на краба, смотрите на человека. Это Егор Анисимов, это шеф-повар этого ресторана. Мы с ним вместе были в Антарктиде на Шантарских островах. И он лучше всех готовит морепродукты в России. И вот этого краба ты мне сейчас сделаешь? Да, конечно. Ой, какой... Сколько он весит? 4 килограмма. Там, кстати, наверно, и грибешки. 4 килограмма? У-ху-ху-ху-ху. Вот это вот камчатский краб. Это самые большие крабы, какие только бывают. У Егора здесь 70 поваров, поэтому пока они работают над моим крабом, он пришел рассказать мне про гребешки. Раковина сама по себе содержит ганаду. Это маленькая красненькая такая штучка. У нее находится желудок. И питак. Как вкусно, это питак. Потому что та мышца, которая его закрывает. Так, я попробую. Ничего нет. Как ты ее так готовишь? Есть три вида краба, да, у вас? Волосатик. Волосатик, апилио и камчатский. Так. Волосатик ценен с собой печенью свою. Особый способ приготовления, но мы сейчас не используем. И сейчас из-за того, что погода плохая, мы его мало. Ну, мне он и не нравится, честно говоря. По сравнению с камчатским, он, да. Он йодистый. Ну, допустим, апилио, он слаще, чем камчатский. Но в нем чуть меньше еды. Но вот если брать по вкусовым ощущениям, апилио больше всего прочитают японцы. Больше, чем камчатский. Вот он, наш краб. Так, рассказывай, как его надо разделывать. Сейчас мы будем отделять лапы. Ага. Вначале те, на которых он передвигает, потом боевые. Кстати, самое вкусное мясо. Ну, где? Это вот здесь. Ааа. Тем более отрасльное. Не в... Не в лапах. Не в лапах? Нет. Эту часть мы трогать не будем. Ее просто чуть-чуть надрезаем. Вот, в принципе, он и готов. Сейчас. Ну, вот краб. Рассказывай, как есть краба. Что самое... С чего начинаем? Начинаем с ног. Берешь ногу. Так, взял. Так как я ее предварительно с двух сторон нарезал. Что ты можешь пользоваться вот такими приборами. Но если это вот так, так, то интересно. Открываешь. Так, давай сначала вот тебя посмотрим. Вот это можно складывать вот сюда. Ага. А вот это вот все берешь и ешь. Слушай, а у него там внутри две такие косточки вот эти вот, да? Три. Две толстые, одна тоненькая. Ага. Как правило, она немножко глубже. Вот она, смотри. Да, вижу. Толстая. То есть ее есть не надо, получается. Она останется там, потому что он максимально парной, насколько это возможно. Вот она, вот оно счастье. Вот это, это вам не крабовые палочки. Слушай, кто считается более деликатесным? Краб или лобстер? Нашей страны, наверное, краб. Мне кажется, по всему миру краб. Потому что крабов гораздо меньше, чем лобстеров. Лобстеры в любом ресторане, в любом городе найдешь. А краба такого точно не везде. Давай, ты говорил, что самое вкусное здесь вот. Я ее предварительно... Я помню. Жабры мы вот эти едва, они не съедобные. Ну азиаты едят и жабры. Так. Попробуй теперь его. Во-первых, он нежнейший. И на этой части он не ходит. Да, ну вообще просто, да. Теперь ты разбираешься в крабе максимально. Мы с вами увидимся в следующей серии. А пока будем есть краба. Я во Владивостоке, и сегодня у меня морской день. Прямо сейчас, вот на этой яхте, я правда не знаю, как она называется, я отправляюсь в открытое море вместе с шеф-поваром лучшего рыбного ресторана России, который находится как раз здесь, в Владивостоке. Это мой друг Егор Анисимов. А ресторан называется Зума. Пошли кататься. Так как яхта настоящая, то прежде чем зайти на борт, нужно обязательно разуться, потому что настоящие яхтсмены ходят босиком. Сейчас я и носки тоже сниму. Вот это Егор, шеф-повар Зумы, про которого я вам рассказывал. И я сейчас сижу рядом с ним на этой яхте. Он меня пригласил. Я сейчас его хочу спросить, зачем он меня сюда позвал. Я думал, что он позвал меня ради какого-то дела. Типа, что-нибудь... А оказалось, он просто так проявляет гостеприимство. Он снял вот эту яхту просто для того, чтобы показать мне красоту Владивостока и Русского острова. Спасибо тебе большое. Я это очень ценю. Тем более, сейчас мы увидим, сколько красоты ждали. Ну вот, тем не менее, я приехал. Но он еще что-то приготовил. Приятное. Давай. Ты приехал. Езди тебе на подарок. Так, ты гость нашего города, нашего края. Мне вот этого достаточно. Не забывай, пожалуйста, что мы здесь солнце поднимаем для всей страны. Черт, я думал, в Японии. Сфитер, не-не-не, мы им там помогаем. Так. На такой же свитер, как у меня. Это что? Как у тебя? Это с крабом, что ли? Да, он двухсторонний. И с амурским тигром. Нет, я хочу краба. А что у тебя, какой-то фестиваль будет? Да, будет крабовый фестиваль. Ну-ка, расскажи. Тогда? Прямо сейчас. Ну, расскажи, да, чтобы мы уже отработали. Весь рояль в кустах мы сейчас отработаем. Ради чего мы тут на самом деле собрались. Давай. Вот тебе в октябре пройдет крабовый фестиваль. Фестиваль проходит по всей стране. Это уже будет третий раз, третий год. Планируем продать много краба по цене закупа. Ну, так если грубо говорить. То бишь краб в Владивостоке будет примерно стоить полторы тысячи рублей за килограмм. Это очень дешево. И в стране, ну, в зависимости от региона. То есть это вот этот здоровый камчатский краб? Ну, любой. Там как получится. Фестиваль краба – это краб в любом появлении. То есть я могу прийти и вот этого большого краба всего лишь за полторы тысячи рублей получается за килограмм купить и съесть. Сколько вы в прошлом году продали? В прошлом не помню. Ну, много было? Сельдот. Это нельзя. Это не для эфира. Сельдот. Сельдот. Покупал, читайте. В общем, в этом году давайте. Я надеюсь, что вы гораздо больше людей накормите вашими крабами. Как поучаствовать? Нужно приехать сюда в Владивосток в октябре? Нет, нужно поучаствовать. Ну, поесть краба. Нет. Просто нужно быть в октябре, прийти в ресторан и заказать себе краба. Только в вашем ресторане? Нет, почему? Еще несколько ресторанов по городу, по краю. Ну, и, соответственно, по всей стране. Но это все под вашей эгидой? То есть ты контролируешь, чтобы они, крабы нормальные? Краб был нормальный качество, да. Короче, я одеваюсь официально, буду крабом. Думаешь? Ну, он же тебе так, ну, как-то так. То есть ты думаешь, я буду недостаточно элегантен и строен? Наработай. Наработай, должен быть красивый. Все, я теперь член команды. Держи краба. Держи, держи краба. Мы сейчас идем в самое центре Владивостока. Бухту Золотой Рог. Там есть еще один Вантовый мост. И очень многие путают. Очень многие думают, что Русский мост, это как раз вот этот мост. Но это нет. Это мост тоже Вантовый. Его построили примерно в то же время, когда и Русский мост. Но он значительно меньше. И он соединяет один берег Бухты Золотой Рог с другим. Я на острове Русском. Хотя по-настоящему русский он стал только во второй половине 19 века, когда здесь появились первые поселенцы из России. Хотя некоторые историки утверждают, что люди здесь жили задолго до этого. Еще в эпоху неолита. Русский мост самый длинный вантовый мост в мире. Его длина 1 километр из 104 метра. Его ванты сделаны из специальной стали. Они выдерживают перепады температуры от минус 40 до плюс 40. И шквалистые ветра. В 2012 году мировой портал недвижимости признал Русский мост самым значимым архитектурным проектом России. Вообще Русский мост считается одним из самых технологичных мостов в мире. Видите вон те домики? Это Владивосток. А вот эта вода это пролив Босфор Восточный. Я сейчас нахожусь на Русском острове. Еще несколько лет назад людям для того, чтобы попасть сюда на Русский остров, нужно было больше часа для того, чтобы преодолеть этот пролив. А сейчас всего лишь 5 минут. И все это благодаря вот этому мосту. Это мост Русский. Бедный мамонт попался в человеческую ловушку. Знаете, что каким бы сильным не было животное, живущее на нашей планете, оно все равно проигрывает человеку. Человек самый сильный зверь на планете. И каким только ухищрением он не приходил для того, чтобы охотиться. В 10 веке на территории Приморья было Чурдженское государство. Его столица была на этом поле, недалеко от современного Уссурийска. А еще до Чурдженского здесь было государство, которое называлось Бахай. Оно было в 7 веке и просуществовало всего лишь 200 лет. До 15 века тюрем на Руси не было. То есть виновных в Остроге не сажали. Представляете, раньше их либо сразу казнили, либо назначали им штраф. А за некоторые преступления вообще не наказывали. Например, за убийство в пьяном состоянии. Такого убийцу просто отпускали. Одним из самых больших преступлений того времени был французский поцелуй. Тогда его называли еще татарским. За многократное нарушение могли посадить или привязать, как меня, к позорному столбу. Но это еще не самый интересный факт о Древней Руси. Помещения кузнец были очень крепкими. Их строили из толстых сухих бревен. И, как правило, за пределами поселения. А также поближе к воде. Ну, на случай пожара. Знаете, какая профессия на Руси была самой почетной? Кузнец. Без него невозможно было ни поле вспахать, ни армию снарядить. Вообще, ковалям, так их по-другому называли, приписывали мистические свойства. Считалось, что они могут лечить от всех болезней и даже изгонять злых духов. Самая распространенная в мире фамилия тоже появилась благодаря этой профессии. Ну, на Руси это, понятно, кузнецов или коваль. В англоязычных странах это Смит. В Германии Шмит. Во Франции Ферран. В Испании Эреро. Список можно продолжать до бесконечности. Но в переводе все эти слова означают одно. Кузнец. Кладем снаряд. Вот это вот одно из древнейших военных приспособлений. Называется перье. По-старо-французски переводится как камнебросалка. Древние греки называли это катапультос. Считается, что изобрел подобную машину впервые сиракузский тиран Дионисий I. И применил ее в 4 веке до нашей эры против карфагинян. Ну, сказать, что они испугались, ничего не сказать. Ну что, попробуем запустить? Попробуем. На раз, два, три? Да. Раз, два, три! Три! Люди до сих пор пользуются этим изобретением, правда, уже в мирных целях. Ну, например, для подачи мячей в большом теннисе. На Руси катапульты, конечно же, используются. Ну, как катапульты, это общепринятый термин. Правильнее сказать, метательные машины осадные. На Руси они назывались пороки. Как раз использовались подобного типа. То есть, типа Перье, они пришли на Русь и из Византии, но сильно большого распространения не получились. Более массово наши предки познакомились во время монгольского завоевания. Потому что китайцы как раз, монголы своими китайскими инжурджинскими инженерами очень хорошо рушили стены. Наши бревенчатые стены не были рассчитаны на противодействие все-таки таким машинам. Я хочу все охранять, а охранять-то не от кого. Идут и идут люди. Ну, что такое? Что такое? Не принесли мы вам жрать. Идите отсюда, крокодилы. Га-га-га. Вот это вот озеро с лотосами. Лотос цветет всего лишь 3-4 дня в году. Но когда это происходит, здесь неимоверно красиво. Вообще, цветок лотоса очень редкий. И его обожествляли многие народы. Ну, например, древние египтяне считали, что именно в лотосе родился их верховный бог солнца Ра. Греки считали, что в лотосе живут нимфы. Но больше всего этот цветок ценился на востоке. Мне повезло. И как раз специально к моему приезду один лотос все-таки распустился и зацвел. Я во Владивостоке в музее авто-мото старины. И вот этот вот невообразимый красавец, это правительственный автомобиль ЗИС-110. В 59-м году, когда Никита Сергеевич Хрущев приезжал в Владивосток, он ездил именно на этом автомобиле. Вот на этом диване сидел. А в Москве у Генсека был точно такой же автомобиль. Смотрите, какая тут была система. Можно было вытащить и разложить нормальное полноценное кресло. И тогда можно было ездить четвером. На все официальные мероприятия Хрущев приезжал именно на ЗИСе. А для души у него был другой автомобиль. Кадиллак Флитфуд. Вообще у многих советских партийных руководителей был свой любимый автомобиль. Легендарная «Чайка» ГАЗ-14. Любимый автомобиль всех советских министров. С 59-го года неизменный участник всех парадов. Производили ее до 89-го года, пока последний генсек Советского Союза, Михаил Сергеевич Горбачев, не остановил ее производство. И не лишил тем самым всех министров привилегий в виде правительственной машины. Правда, говорят, что сделал он это исключительно из-за того, что «Чайка» очень сильно не нравилась его жене, Раисе Максимовне. Я в музее автомотостарины в городе Владивосток. И вот этот красавец – это ГАЗ-67Б. Полноприводный внедорожник времен Великой Отечественной войны. Смотрите, если у него сложить тент и ветровое стекло, то его высота будет чуть больше метра. А это невероятно важно для маскировки. И смотрел свои маленькие размеры, он мог тащить за собой прицеп около тонны. Представляете? У этого автомобиля очень приятное ощущение, когда переключаешь передачи. В 1944 году его конструктор Виталий Грачев получил за создание этого автомобиля сталинскую премию. Когда я вначале увидел этот мотороллер, я подумал, что это итальянская Веспа. А оказалось, что это мотороллер Тула, сделанный у нас в 60-е годы. Представляете? Его вес был 140 килограммов. И на тот момент это был самый тяжелый мотороллер. МОТОРОЛЛЕР Вот это вот настоящая легенда советского мотостроения. Так называемый Ледовый Иш. Его построили специально для гонок на льду. Ледовый Спидвей стал одним из самых необычных советских мотоциклов. Этот мотоцикл сделали в противовес чешской Яве, которая стоила в то время, как новенький Жигули, около 5000 рублей. Наш Ледовый Иш стоил 1000, но ездил он чуть похуже. Проблемы начинались уже с того, чтобы просто его завести. Дело в том, что у него стоит двухтактный двигатель, который нужно заводить с толкача. А попробуйте с толкача завести двигатель на льду. Вы будете просто подскальзываться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова